Буквально накануне актюбинские спасатели доставили в безопасное место пятерых сельчан, жителей Айтикибийского района. Они выехали в непогоду из дома и сбились с пути. Звонок на номер службы спасения от них поступил к спасателям Российской Федерации. Приграничная зона находится неподалеку. Те, в свою очередь, передали сигнал СОС актюбинским коллегам. Таким образом, совместными усилиями служб двух стран жители области остались целыми и невредимыми. В выходные дни произошел случай, что в Айтикибийском районе с одного поселка в другой семья, в количестве пяти человек, направлялись в другой поселок и потерялись. По их словам, они находились более суток в неизвестном направлении. У них телефон сел. Через Российскую Федерацию звонок поступил им, потому что территория покрытия ближе была к России и получили сигнал России. Потом представители, коллеги Российской Федерации МЧС, сразу нам дали эту информацию в течение трех часов, после чего нами было организовано с местными исполнительными органами поиски, и люди были спасены и буквально доставлены на места проживания. Наибольшее скопление автотранспорта наблюдалось на трассах Самара-Шимкента и Актубе-Орск. Как сообщает информагентство, число машин и людей на дорогах можно исчислять тысячами. Сегодня в ДЧС области отметили, чтобы разрешить ситуацию, сотрудники ведомства работали в усиленном режиме круглосуточно. Мы организуем связь с местными исполнительными органами и представителями районных отделов по червячайной ситуации. Те на местах уже организуют, согласно планов, доставку продуктов питания. Мы записываем номера сотовых телефонов людей, которые обращались к нам с просьбой о еде, и с ними связь поддерживается и доставляется им. Кто обратился, мы на эти звонки все отработали. На сегодняшний день очистительная техника Казавтодора, очистительные работы провели, и из этих вот трех тысяч, которые вы говорили, там уже сейчас никого нет. Есть только те, как вы говорили, остались на обочине. Ситуация в данный момент стабилизировалась, однако говорить о решении проблемы пока еще рано. Работы по очистке и расширению трассы продолжаются. Движение автотранспорта в сторону Каргалинского и Хромтаутского районов на данный момент открыто. Между тем, в областном ДЧС предупреждает население области не выезжать за пределы региона в случае получения СМС-сообщения о предстоящей непогоде.